Это сказка без затей, но она не для детей. Служит, пусть она, примером по неведомым краям, разным канцлерам-премьерам, генералам-изуверам, экс- и просто королям. Но ужасно влюблены, не страшит нас путь суровый. Молодая в жилах кровь открывает все засовы, мандолина и любовь. Над полями пронесется наша песенка, пароль. Если весело живется, каждый сам себе король, каждый сам себе король. КОНЕЦ КОНЕЦ Мы вышли из сказки из чужих далеких стран. Для начала, для завязки мы явились на экран. И на этом самом месте, начиная трудный путь, предлагаем с нами вместе в наше царство заглянуть. В этом царстве мы герои, КОНЕЦ 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 НЕ ПОНЕЦ А стрелять я обязан, потому что я часовой. Да ты же нас не узнал? Узнал! А почему же не пускаешь? А потому и не пускаю, что узнал. А его не пропустить нельзя?! Почему? Дело у него. Какое? Влюбился он! В кого?! В вашу принцессу! Откуда я знаю, что он влюбился?! Пусть он мне документик предъявит, что он влюбился. Но какой же документ может быть, если любовь началась, она еще не оформлена? Мне старшая Фрейлина строго-настрого приказала. Больше, говорит, этих странствующих музыкантов сюда не ногой. Не ногой? А если мы на руках войдем? Как это на руках? А вот так. Ну, знаешь, Ям, мне стыдно признаться, но я тебя очень-очень ждала. А ты думаешь, мне не стыдно? Ну, просто ума не приложу, как это я? Человек свободный, способный ко всякой работе, и вдруг влюбился в принцессу. Так ведь я принцесса только потому, что у меня мама королева. А моей личной вины в этом нет? Да я понимаю, но разве я не понимаю? Нет, ты не думай, я работящий. Если там какой-нибудь торжественный ужин, аудиенция или банкет, я никогда не капризничаю, а еду. Ах ты моя родная. Что? Что ты сказал? Прости. Повтори. Ах ты моя милая, так ты сказал? Не, не, я сказал, ах ты моя родная. Но ведь это же еще лучше. Значит, ты тоже в меня влюблена? Нет. Нет? Ну, послушай, Ян! Есть такое правило. Ну, девушки не должны первыми объясняться в любви мужчин. Это мне сказала первая придворная дама. А первая придворная дама про мужчин все знает. Дура она. Сам дурак! Нас подслушивают? Ну, конечно. Прямо беда, не дают поговорить с хорошим человеком. А ты говори потише. А ты не услышишь. А ты спустись пониже. Ваше Весочество! Королева казнит нас все, если вы покинете свою комнату. Вы свободны, сударыня. А скажи, Ян, ты любил других девушек до меня? Да я их всех ненавидел! Вот славно-то! А-а-а-а! А-а-а! 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 За мной! Ваше Весочество! Ваше Весочество! Я сейчас умру от ужаса! Уходите! Сейчас придет королева и нам так влетит, что вы сами удивитесь! Уходите! Ну, хорошо, я уйду. Но прежде я поцелую принцессу. Встаньте вокруг и заслоните нас! Ну, ну же, а то я маме скажу! Ваше Весочество, хватит! Эй, ты! Да что же ты такой? Ты слышишь меня? Теперь хоть из пистолета стреляй, не услышит! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Мама, я тоже его люблю! Пустяки! Это можно исправить! Как только ты выйдешь замуж, ты забудешь о всякой любви! Я не пойду замуж! И не надо! Тебя отвезут! Куда? К первому попавшемуся неженатому королю! Его Величество, король Каина XVIII опять неженат! Вот! За Каина я тебя и выдам! Эй, стража! Этих взять! Принцессу унести! А-а-а-а-а-а-а! Я! Не плачь, Белада! Мы и тебя выпустим на волю! Продолжение следует... Продолжение следует... По личному делу или же по дипломатическому? По... лично дипломатическому. Прошу. Что это? Взрыв! Вспышка. Недовольство. Магния! Грубо говоря, это первый акт нашего гостеприимства. Каждый входящий к нам фотографируется ампас. Профиль. Зачем? На добрую память. Кому? Начальнику тайной полиции. Удобно. Примитивно говоря, мы самая удобная страна в мире. Приступим к дьяволу. Давно пора. Моя дочь, Мелада, хочет выйти замуж за вашего короля. Ваше величество, повторите, пожалуйста, еще раз. Моя дочь, Мелада, хочет выйти замуж за вашего короля. Зачем, наивно говоря, ей это нужно? Влюбилась. Влюбилась? Значит, говоря, как сказал поэт, любовь зла полюбишь и... Ох уж эти мне поэты. Ну ладно, любовь любовью. А какое, оптимистически говоря, приданное? Сто тысяч. Кому? Королю. И? Сто без и. Такая сумма короля не устроит? Хорошо, можно и с и. С каким и? Пятьдесят королю и пятьдесят вам. Такое и меня не устроит. А какой же и вас устроит? Королю сорок и мне шестьдесят. Договорились. Не совсем. Невеста нашего короля должна быть голубой кровью. У моей дочери кровь голубей. Ваше счастье, что нас никто не слышит. А что я такое сказала? Вы сказали про голубей. А голубь у нас королевство нецензурная птица. Голубь у нас такое наделал. А что он такое наделал? Он наделал на памятник короля. Поэтому про голубей нас разговаривать запрещает все. Вы же меня не так поняли. Я сказала, что кровь моей дочери голубей, чем... Чем вот... Говоря языком медицины, вы меня успокоили. Значит, я могу ехать. Погодите, сначала мы вам подарим пушку. Пушку? А зачем мне она? Для того, чтобы защищаться. От кого? От того, кто на вас нападет. Ну, а на меня никто никогда не нападал. Это пока у вас не было пушки. А когда у вас появится пушка, то на вас обязательно нападут. Говорю, говоря секретно, проводить Ее Величество в арсенал. А, господин начальник тайной полиции. Очень рад. А вы знаете, что здесь сейчас произошло? Знаю. Я все знаю. Где бы, кто бы, с кем бы. Там ли, сям ли, о том ли, осем ли. Мне все известно. Ну, что ж, хорошо-с. Вот вы мне и скажите, с кем я только что разговаривал и о чем? Одну минуточку. Агент номер 214, ко мне. С кем разговаривал, господин премьер? С королевой власть-то. О чем? О том, что принцесса Милана влюбилась в нашего обожаемого короля. На что господин министр ответил. Любовь зла, полюбишь и... Приведи его в чувство. Где я? Пока еще здесь. О чем они еще разговаривали? О преданном. Подробнее? Королева предложила нашему обожаемому королю сто тысяч. А наш уважаемый премьер на это не согласился. На чем же они порешили? Обожаемому сорок, уважаемому шестьдесят. Сорок и шестьдесят? Ну, знаете, ваше сельство, это пактит веселец. Да гринуть с честью, что это неправда! Сорок и шестьдесят! Да врет он! Врет! 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 Одну минутку. И верно врет. А ну, повтори свои показания. Что предлагал королеве его сельство? Нашему обожаемому королю сорок, себе тоже сорок и двадцать на нужный начальника тайной полиции. Так или не так? Так, так, так. Ну, вот и прекрасно. А ты ступай и больше не ври. Ну, и свинья жилы. Вы знаете, кого вы мне напоминаете? Кого? Меня, когда я был молодым. Ведите себя прилично. Ну, я уже вышел из того возраста, когда ведут себя прилично. Король проснулся! Да здравствует король! Да здравствует король! Бигу-бигу. Куда? Во дворец. Зачем? За тем, что в своей работе я руководствуюсь ногой. Чьей ногой? Королевской. Я работаю в зависимости от того, с какой ноги встал король. Да здравствует король! Да здравствует король! С какой ноги? Еще не вставали. Могу сообщить вам приятную новость, Ваше Величество. Говоря с присущей мне целомудренностью, принцесса Милада просто потеряла из-за вас голову. Вы хотите сказать, что ее казнили? Ни капельки. Она потеряла голову не по линии политической, а по линии, как бы это поцеломудреннее выразиться, эротической. Она, Ваше Величество, в вас влюбилась. Так тащите ее скорее сюда. У меня как раз сейчас свободное время. Конечно, это формальность, Ваше Величество, но перед этим вам нужно будет на ней жениться. Жениться? Подумайте, Ваше Величество. Не имею такой привычки. Очень выгодный брак. Чем? При помощи этого брака Миладина мать станет нашим союзником. Кстати, начало уже положено. Пушку мы ей подарили. Господин офицер, тут какое-то недоразумение. Ну, хорошо. Пушка пушкой. А зачем мне эти солдаты с ружьями? Пушка к вам едет для защиты вашей страны, Ваше Величество. А солдаты идут к вам для защиты нашей пушки, Ваше Величество. Вернуть их обратно. Мне нечем кормить эту ораву. А их не нужно кормить. Кормить нужно только невооруженных солдат. А солдаты с ружьями сами себя прокормят. Это дело проверенное. Не первую пушку дарим. А ну, запивай! Пушки бьют везде гранаты. Мы солдаты, Все драгается земля. Мы солдаты, мы солдаты, Мы солдаты короля. Мы боюем по уставу, Из врага готовим фарш. Один, два, первый, трамвый. Один, два, левый, правый. Вы говорите, она хорошенькая? Красавица. Характер. Ангельский. Образование. Начальное. Воспитание. Законченное. Кожа. Белая. Кровь. Голубая. Объем талии. Неизвестно. Ее еще пока никто не обнимал. Глаза. Волоси. Черные. Лет. Что лет? Сколько ей лет? Шестнадцать. Шестнадцать? Женюсь. С какой ноги? Обеими сразу. Вот тут и веди политику. Невесте, устрой торжественную встречу. Слушаюсь, ваше величество. Чем будете встречать? Выстрелами, детьми, цветами и песнями. Зачем детьми? Деть это моя забота. Цветов поменьше, выстрелов побольше, а песен совсем не нужно. Мне доложили, вчера в моей столице какие-то странствующие музыканты пели возмутительную песню. Почему вы не доглядели? Песнями ведает полиция, ваше величество, а не я. Ведает-то полиция, а поют-то про вас. Про меня? Про вас. Сейчас я припомню. Кто награбил много денег, тот в стране играет роль. Почему, премьер, мошенник? Потому что глуп. Это не правда, Вашевич? Конечно, не правда, раз мошенник, значит, уже не глуп. Но в песне чего-то не хватает. А, по-моему, в ней даже что-то лишнее. Так или иначе, песен при встрече не нужно. А нужно... Скажи мне, голубчик, что, по-твоему, больше всего может понравиться молодой девушке? Молодые парни, Ваше Величество! Пошел вон, дурак! А что, если бантики? По-моему, девушки очень любят бантики. Обожают, Ваше Величество. Побольше бантиков. Побольше бантиков. ВОК ПОМЕРЕКТ КОНЕЦ КОНЕЦ Девочку-то зачем привезли? Родственнице, наверное. Смотрите! Невеста! Невеста! Вы не ушиблись Ваше Высочество. Я не есть Ваше Высочество. Но я есть иностранная кувернантка. Ваше Высочество! В моем лице Вы встречаетесь лицом к лицу с тем лицом, от лица которого я выступаю. Под лицом, от лица которого я выступаю, я подразумеваю Вашего жениха, короля Каина 18-го. А почему Вы подразумеваете его под лицом? Я очень устала. И хотела бы отдохнуть. Я очень устала. И хотела бы отдохнуть. Можете растекаться! Быстро мы нынче отликовались. Пройдемте. Господа! Какие-то бродячие музыканты просочились в наш город. Не дай Бог, если их песни услышит принцесса. Поэтому каждого, в ком Вы заметите что-нибудь музыкальное или бродящее, немедленно хватайте и волоките ко мне. Внимательно изучите их фотографии. Ян, Жан. Для чего Вы нарядились полицейскими? Для того, чтобы не попасть в руки полиции. Если нас узнают, нас непременно схватят. За что? За то, что мы сочинили песню о премьере и короле. Скажи, Мелада, ты согласна бежать с нами? И ты еще спрашиваешь. Ну чего же мы ждем? Бежим! Ваше Высочество! Я пришел раздеть Вас! Кто это? Моя гувернантка. Гувернантка. А говорит, как бандитка. Но почему она хочет Вас раздеть? Она всегда раздевает меня перед сном. Скажи ей, что ты уже легла спать и разделась сама. Так она мне и поверит. Неужели ты не знаешь, что принцесса сами не раздевают? Откуда я могу знать? Я влюбился в принцессу первый раз в жизни. Ваше Высочество! Ваше Высочество! Что я с вами? Теперь не убежать. Не убежали сегодня, убежим завтра. Завтра меня отвезут к королю и выдадут замуж. Слушай, Мелада, если ты будешь хорошо ругаться и плохо себя вести, когда тебя приведут к королю, свадьба не состоится. Ну, если б я знала хоть одно ругательство... Давай бумагу! Скорей, скорей! Бумаги нет. Пиши на веере. Что ты пишешь? Не ваше свинячье дело. Как ты смеешь так со мной разговаривать? Я же пишу ругательство, а не разговариваю. Полицай! 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 Бежим! Бежим! Ой! Он забыл отдать мне веер. Бежим! Ваше высочество, вы живы? Не ваше свинячье дело. Готен тотен, доберман! Боберман! Пау! Пау! С Это embry啦! КОНЕЦ Да здравствует король! Да здравствует я! Здравствуйте, Ваше Величество! Отчего и почему с ящиком? По делу государственной важности. Срочно, спешно, весьма секретно. Займёмся этим после гимнастики. Я не могу её отменить, потому что я завтра женюсь. Разрешаю вам разделить со мной это удовольствие. К сожалению, я уже женат, Ваше Величество. Я говорю про гимнастику. Вдох! Простите, Ваше Величество! Ну, теперь для отдыха можно заняться делами. Простите, Ваше Величество! Профессор, докладывайте! Ваше Величество, вот плод моей сорокалетней работы. За сорок лет вы могли бы сделать ящик побольше. Ящик это только оболочек, а плод заключён внутри. Так ведь это же просто комар! Комар, но не просто, Ваше Величество. Я первый насекомовед, которому удалось вывести эту породу. В этом маленьком комаре, Ваше Величество, заложена сила, превышающая силу слона, в несколько миллионов с четвертью раз. И эта сила всё время стремится освободиться. Всё, что стремится освободиться, мне не годится. Его надо уничтожить. Ваше Величество, Вы не правы! Что? Ваше Величество, Вы не правы, но Вы гениально не правы! Потому что, если кто-нибудь этого комара прихлопнет, он тут же и взорвётся! Комар или тот, кто его прихлопнет? Оба, Ваше Величество, оба! И это было бы преступлением? А если бы эту силу разумно использовать? Если бы её использовать на благо человечества, но так, как мы пользуем силу ветра, воды, которая вертит колёса и крылья мельниц... Ваше Величество, раз он дошёл до мельниц, теперь он будет молоть до вечера. Разрешите, Ваше Величество, я объясню Вам по-солдатски, коротко и наглядно. Ваше Величество, представьте себе на минуту, что я комар! И вот, Ваше Величество, я лечу! Комар перелетел к границу эндского государства! Вы имеете в виду? Именно, Ваше Величество! Я лечу... и сажусь на нос... Кому? Человеку! Человека с таким носом быть не может! Ваше Величество, но Вы забыли, что сейчас для наглядности я не военный министр, я комар! Вот такой... В таком случае продолжайте! Комар садится на человека! Человек ударяет по нему ладонью! И оба, Ваше Величество, бах! Трах! Тарарах! Взрываются! Теперь представьте себе, Ваше Величество, что у нас не один такой комар, а миллион! Миллион! И все они... Бах! Трах! Тарарах! 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 Колоссально! Трах! Бах! Тарарах! Вы слушайте меня, генерал! Зачем мне Вас выслушивать, когда Вы не пельмеса не понимаете военном искусстве? Да разве это искусство взрывать людей? Ну а что, если этот комар сядет на женщину или, еще того хуже, на кормящую мать? Ну что тогда? Кормящая мать, это не женщина, а военный объект! Потому что она выкармливает будущего солдатом! Ха-ха-ха! Колоссально! Тарарах! Пусть профессор покажет свое насекомое в действии! Я хочу посмотреть, как оно взорвется! от этого кто-то поплатится жизнью! Боюсь, что Вы, если будете долго возиться! Ну? Тараска Тараска Как только Я его выпущу, закрывайте окно. Иначе произойдет непоправимая катастрофа. Ого! Что это? На этом экране, Ваше Величество, можно будет увидеть с предельной четкостью то, что мне не хотелось бы видеть даже в сплошной туманности. Завтра же прикажу открыть широкую кампанию против курения. Это малый дворец моего любимого брата Аня. Это он, это Абель. И этот курит. Как можно так разрушать свое здоровье? Ах, Абель, Абель. Поверьте мне, дорогой, я бы вас тут же назначил военным министром, если бы вы, к несчастью, им уже не были. Ах, Абель. Ах, Абель. Абель. Очнитесь, профессор, и приступайте к работе. В самый кратчайший срок вы должны приготовить мне миллион таких комаров. Ваше Величество, такое количество. Неужели вам их не жалко? Конечно, жалко, но в конце концов мы с вашей помощью сделаем новых комаров. Я говорю о людях. Люди будут детьми и родителями иностранных родителей. Ваше Величество, но ведь люди, живущие на земле, почти все иностранцы. Кроме нас. Поймите, профессор, как только они взорвутся, оставшиеся, не взорвавшиеся, оцепенеют от страха. Как только они оцепенеют, их можно брать голыми руками. Вот так, за горло. И я буду вот так их держать, пока они не поймут, что находятся в надежных руках. Они поймут, Ваше Величество. Как только они это поймут, мы внедрим в них нашу культуру и наш каинский образ жизни. Все люди станут богатыми. Кроме бедных, земля превратится в рай. И в этом раю будет один бог, я. Господи, прости меня грешного. Конечно, и ты тоже. Мы будем работать сообща. Благослови меня, коллега, на мой комариный подвиг. Сколько у него еще таких комаров? Пока еще только один, но гораздо сильнее первого, Ваше Величество. Так тащите его сюда поскорее. Нет! Ни за что в жизнь. Успокойтесь, господин академик. Я вовсе не академик. Не говорите никогда, профессор, того, чего вы не знаете. С этой минуты вы академик. Бегите за комаром. Нет. В таком случае с этой минуты вы не только не академик, но и не профессор. Дежурный. Я, Ваше Величество. Арестуйте этого студента. До свидания. Скорее бегите за комаром! Да здравствуй, король! Слезы не могут вам мочь помочь. Но я не хочу выходить замуж. Это не есть уважительная причина. Завтра мы галупируем во дворец, и вы будете быть жена Его Величества Каин номер восемнадцать. Я должен немедленно передать ей веер. Не говори глупостей, тебя тут же узнают и схватят. Ты же видишь, как ее охраняют. Ну что же делать? Для того, чтобы тебя пропустили к Меладе, тебе необходимо превратиться в какого-нибудь старого дурака. Например? Ну, скажем, в посла королевы власты. Так, где я возьму костюм, лошадь, денег-то у нас нет. Вот жизнь. Даже в старого дурака нельзя превратиться без денег. Двадцать золотых тому, кто доставит этих молодчиков в полицию! Двадцать золотых тому, кто доставит этих молодчиков в полицию! Двадцать золотых тому, кто доставит этих молодчиков в полицию! Как видишь, и полиция может на что-нибудь пригодиться. Считай, что эти деньги у тебя в чулке. В чулке? Не понимаю. Сейчас поймешь. Пошли. Господа агенты и агентессы. Шпики и шпикухи. Шпики, а также чами жандармерии и полиции. Объявляю вам с болью в сердце, что вы балансируете на грани увольнения. Стыд и позор, господа! Несмотря на розданные вам портреты и обещанное вознаграждение, преступники все еще находятся на свободе. Вперед! А не то я тебя размашу, колобу! Он? Он. Где же вы его, голубушка, поймали? У себя на работе. А вы где работаете? В заведении у мадам. Кем? Живущей. Прошу. Мерси. Что это у вас с голосом? С перепою. Дыхните. А почему это от вас не пахнет? Да потому что я в диетической столовой пила. Простите меня, голубушка. Но у меня невольно возникают кое-какие сомнения. Как же вы могли справиться с таким здоровянным мужчиной? Это же цельная история. Сейчас расскажу. Значит так. Только вы сначала заплатите деньги. Деньги за мной не пропадут. Это вы все нам так, мужчины, говорите, а потом попробуй получи. Прошу. Мерси. Значит так. Должна вам прямо сказать, что ваше заведение очень походит на наше. У нас, правда, вместо стола тут рояль, а вместо вас топер. Ну, конечно, топер играет, девушки танцовывают. Вдруг входит он. Я сейчас к нему, Блонтин, угостите папиросой и сразу веду его в свою комнату. Я его туда. Раз! Не на ключ! Что вы делаете? Он же убежит. Идиотка, там же улица! Держи его! Держи его! Держи его! Держи! Держи его! Держи его! Держи его! Держи его! О! Возьмите все, что у меня есть самого дорогого! Оставьте мне только вещи, деньги и жизнь. Сударыня, я не грабитель. Спасите меня, за мной гонятся. Гонятся? Кто? Поклонники и поклонницы. Они хотят, чтобы я подписал им мои портреты. Да ну, кто вы такой? Я знаменитый Марципано Марципини. Автор и исполнитель грешных напевок. О, боже, как интересно. Спойте мне что-нибудь. Что-нибудь из моих грешных напевок? Да-да, что-нибудь грешное. С удовольствием. Я вам сейчас спою песенку, которая называется «Я езжу верхом пополам с грехом». Ани! Поклонник, я пропал! Скорее, отличайся! Сударыня, не врывался, и сюда мужчина! Какой мужчина? Вот этот мужчина! Я замужняя женщина, господа. Кроме вас, ко мне никто никогда не врывался. В данную минуту мой муж на докладе у короля. У короля? Да, если он вернется и засанет вас здесь, он... Сударыня! Вон отсюда, стихопатка! Марцепинистка! Вон! Ну вот и все. Чем я могу отблагодарить вас сюда? Да, но ведь вы же обещали мне спеть. Сударыня, я не только певец. Я создатель самого головокружительного танца нашей эпохи. Его международный успех заключается в том, что он танцуется без движения и музыки. Ах, если бы вы меня научили! Вы знаете, мой муж не умеет танцевать, даже вальса! Вальс? Да. Что может быть старее вальса? Мой муж. А зачем же вы вышли за такого старого? По молодости. Буш! Скорей, скорей! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сударыня, а вы знаете, чем занимался ваш муж? Нет. Да? Сударыня, надеюсь, нас никто не слышит. Конечно, нет. Но лучше ничего не говорите. Я женщина, и все равно ничего не пойму. Сударыня, то, что я вам расскажу, может понять любая идиотка. Садитесь. Известно ли вам, сударыня, что вашему мужу удалось придумать, как по-новому убивать людей? Вы шутите, генерал? Мой муж не может обидеть даже мухи. Сударыня, мухи меня не интересуют. Меня интересует комар. Господи, неужели мой суперкомар окажется в их руках? Нет, нет. Нет. Я верю в высшую справедливость и в мою Офелью. Она святая женщина. Она не допустит этого. Теперь вы поняли, сударыня? Субтитры сделал DimaTorzok Я не пущу вас туда, генерал. Сударыня, не заставляйте меня применять силу. Генерал, не губите меня. Клянусь, я скрывала его не от вас. Мужу я могу изменить. Королю никогда. Бог, да. Субтитры сделал DimaTorzok Сударыня, я оценил ваш патриотический поступок. Доложу о нем королю. Погодите-ка, я еще не выступил. Где моя Каинова печать? Я говорю о газетчиках. Пустить Каинова печать! Господа, сегодня все наши газеты должны прокомментировать мою речь. Сегодня, опираясь на этот сосуд... Библию. Мы должны показать свой страшный оскал всему остальному миру. Показывай. А вы почему не оскаливаетесь, адмирал? Не ощущаю. В общем, не успел вставить. Взять! И у вас не вставлены. Никак нет, Ваше Величество. Взять! У меня не вставлены, потому что свои еще не выпали. Не беспокойтесь, Ваше Величество. Выпадут. Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Воды! Не мне. Будете давать тем, у кого нервы не выдержат. Что это? В речи короля, а? Хм-м-м! Черт! Бегу записываться в добровольцы! Я кончил. Теперь можете ходить. Дорогу послу королевы власты! Я посол Ее Величества королевы власты. Мне нужно передать Ее Высочеству свадебные подарки от Ее Величества. Зачем мне свадебные подарки? Мне и без них тяжело. Да дарки легкие, Ваше Высочество. Фамильный феер и материнский поцелуй. Мерси. А теперь я должен передать Вам материнский поцелуй. Мерси, Ян. Ваше Высочество, мы опаздываем. Сейчас. Я только передам поцелуй маме. Поцелуйте от меня и первую придворную даму. И всех других дам, чтобы они не обижались. Принцесса Мелада и сопровождающие Ее Лита! Премлер, Вы профан! Какая же она хорошенькая! Она просто красавица! Какое изящество! Как Вы доехали, Ваше Высочество! Не Ваше свинячье дело! Какой голосок! Вы слышали, Ваше Величество, что она сказала? А что она сказала? Я не могу повторить этого, Ваше Величество! И неудивительно, полковник! То, что мы услышали, могла бы повторить только флейта! Вы, должно быть, восхитительно поете, Ваше Высочество! Уйди от меня, старый хрыч! Да то как дам одну, так пойдешь ко дну! О, господа! Вот прекрасный девиз для моего военного флота! Как дам одну, так и пойдешь ко дну! Ура! Изумительно! 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 Ах, чтоб Вам ни дна, ни покрышки! Идите Вы к чертовой бабушке! Комар, вот противно! Завтра, когда Вы будете моей женой, я Вам покажу такого комара! Завтра? Не пугайте меня, Ваше Величество! Не волнуйтесь, принцесса, его охраняют! Ваше Величество! Объявительно! Вы действуете на меня, как эликсир молодости! Сейчас я не могу себе дать больше семнадцати лет! А что Вы делали, когда Вам было семнадцать лет? Ну, что делал? Казнил понемножку друзей, играл в сырцо, в жмурки. Иногда папа доверял мне управлять государством. Ну, управлять государством, это скучно! А вот жмурки давайте сыграем! Идемте, идемте, не отказывайтесь, пожалуйста! Идемте, идемте! Ну, прямо гора с плеч свалилась! Теперь сдадим королю дизе принцессу с рук на руки и аймсвайдрай на хаус! К чё у того бабушка? Айда домой на пенсию! Доставайте платок! Хорошо, только с одним условием. Когда я Вас поймаю, я Вас поцелую! Идемте! Только не подглядывать! Так, раз, два, три! Ловите! Ку-ку! Ловите! Ловите! А-а-а! 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 Ой, как высоко! Милада! 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 Ян! Все погибло. Ругательства не подействовали. Свадьбу назначили на завтра. Что делать? Не отчаивайся, Мелада. У меня в запасе есть такое ругательство, которое наверняка подействует. Говоришь его скорей. Ну что же ты? Я тебе его лучше напишу, а то мне его говорить как-то неудобно. Отойди от окна, а то я еще в тебя попаду. Ложись! Тревога! Спасайся! Он вылетел! Закрыть окна! Закрыть окна! Трубку! Трубку! И самого крепкого табаку! Поскольку вы не курящие, Ваше Величество, никто не курит. Подхали мы! Достать! Взять! У садовника! Достать! Взять! У садовника! Взять! Достать! Достать! Взять! Верно! Руки по швам! Предупреждаю, Каждый, кто двинет рукой, будет расстрелян без предупреждения! Господа! Проявим мужество и будем продолжать наше веселье, чтобы народ ни о чем не узнал! Оркестр! Вальс! Вальс! Верно! Валерия! Субтитры создавал DimaTorzok Идите скорее сюда, дорогая! Я вас буду... обкуривать! Ну, погоди, противный! Красная! Боже, какой позор! Действительно, красная! Кто мог подумать? Красная! Ваше Величество! Ваше Величество! Это не настоящая принцесса! У нее, мне даже страшно выговорить, красная кровь! Красная! Красная! Не может это быть! Взгляните! Я ничего не вижу! У меня зеленые круги переносаны! Из-за этого чертова табака! Вас обманули, Ваше Величество! Она же плебейка! Я сразу это увидел, Ваше Величество! Вспомните только ее выражение! Старый хрыч, не ваше свинячье дело! Это же народное выражение! Фольклор! Фольклор! Отвратительно! Отвратительно! В тюрьму самозванку! В тюрьму! В тюрьму! Делайте, что хотите! Меня тошнит! Принцесса! Вы арестованы! Вот славно-то! Значит, свадьбы не будет! Разрешите доложить! Во время моего дежурства никаких комаров не обнаружено! Сетки целы! Часовые трезвые! Ваше Величество! Да здравствует король! Да здравствует! И я! Ваше Величество! Разрешите вас порадовать! Мною открыт гнусный заговор! Все его нити находятся в моих руках! Покажите! Вот! Ну что это за камень? Камень самое обыкновенное, Ваше Величество! Из семейства булыжников! Но тем не менее, как раз он разбился с насекомым! И как раз к нему была привязана вот эта записка! Прочитайте! Разрешите, я буду читать с купюрами! Почему? Для удобства прослушания, Ваше Величество! Дорогая Мелада, скажи королю, что он не только купюра, но и купюра! Целую твой Ян! Как видите, и с купюрами все ясно! Казнить! Кого? И ее! И его! Без купюр! Слушаю! Ее с удовольствием, Ваше Величество! Но его не поймали, но ловят! Не поймают, заменим! Кем с Вами! Слушайте, слушайте, слушайте! Сегодня в пять часов пополудни на Королевском ипподроме состоится казнь иноземной принцессы Миланы! Дети до шести лет без родителей не допускаются! После казни танцы! На! Вместо настоящего палача буду я. Целую твой Ян! Ян! Осталось четыре часа. Задержи казнь, насколько можешь! Я сделаю все, что в моих силах, но если ты опоздаешь, я умру вместе с Миладой! Задержи! Да здравствует король! Да здравствует я! Где и зачем? Обследовал веренными войска, Ваше Величество! Ходил по заведениям, следил за поведением, Ваше Величество! И, узнав о последних достижениях науки, Ваше Величество, солдаты обрели уверенность и рвутся куда? В отпуск, Ваше Величество! Что касается штатских, волнуются, Ваше Величество! Разве вы не сказали им, что я в безопасность? Говорил! Так о ком же они волнуются? Народ, он как дети, Ваше Величество! О папе, о маме кое-кто о себе! Умора, Ваше Величество! Некоторые даже покинули город, Ваше Величество! А те, что остались, собираются кучками, всюду шепчутся, переглядываются! Ваше Величество, появился нелепый слух, что у нас появился голубь! Слух или голубь? Слух, Ваше Величество! А, 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 голубь! Смотрите, голубь! Голубь! Назад, назад, назад! Не пускать, не пускать! Задержать! Что смотришь, дубина? Дубина смотришь, дубина! Что смотришь? А! Что с вами, Ваше Величество? Он! Ваше Величество, а вдруг это не тот? Разрешите, Ваше Величество, я его осторожненько трак... Вы с ума сошли! Все, 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 все! Вы что, с ума сошли? А вдруг он тот? Друзья, наклонитесь ко мне! Теперь втягивайте в себя носом! Глубже! Сильнее! Еще сильнее! Может быть, он на кого-нибудь из вас перелетит! Трусы, изменники, предатели! Ой, сейчас я чихну! Ложись! Дежурные! 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 Дежурный, дежурный, дежурный! Я, кажется, схожу с ума. Дежурный! Вы напрасно кричите, Ваше Величество. Он убег. Кто ты? Туалетный работник, Ваше Величество. Что значит туалетный работник? Вот вы все так спрашиваете, а начнешь объяснять, обижаетесь. Я нужники чищу, Ваше Величество. Вон! Нет, не уходи от меня, туалетный работник. Мне страшно. Только близко не подходи. Встань там. Ты сказал, что дежурный убег, Ваше Величество. Да как он смел! Смел-то он стал с перепугу, Ваше Величество. Вдруг он взорвется. Сидит. Сидит. Подойди ко мне. Ближе! Ближе! Ты не бойся меня, туалетный работник. Да я-то и Вас не боюсь, Ваше Величество. Вы бы меня не испугались. Помоги мне дойти до кровати. Посиди со мной рядом. Ты знаешь моих министров? А как же, я всех знаю. Я и папеньку вашего знал. Не очень был аккуратный король. И министров Ваших знаю. Я за всеми ходил. Позови ко мне моего первого министра! Убег. А военный министр... И военный убег. Первый первым убег, а военный вторым. Они, Ваше Величество, всем заседанием убежали. Убег. Значит, все меня бросили. Я один. А я-то? Да, только ты. Ты один. Господи, как мне страшно! Если я останусь жив, а я останусь... Я останусь... Я их всех расстреляю. Всех! Всех! А тебя? Хочешь, я тебя сделаю моим обер-канцлером? Больно грязное дело, Ваше Величество. А я всю жизнь чистоты добиваюсь. Отказываешься! Что я за несчастный король? Вообще-то я добрый! Я лечу, я спешу, тороплю коня. Как живу, как дышу, спросят у меня. Но для того и голова есть у палача, Чтоб подумать сперва, не рубить с плеча. Поехали! Едет! Как только он остановит лошадь, хватайте его за шиворот и волоките сюда. Я человек трудовой, У меня семья. И за все головой отвечаю я. И век живу, и век учусь, Всюду отличусь. Ведь работа моя не топорная. Дяденька! Зря вы по этой дороге едете! Там монстр разобран! Вот незадача! Придется в объезд ехать! На! Не похондрит! Все кончено! Опомнись! Ну что ты теперь можешь сделать? Если я не мог ее спасти, я смогу теперь хоть умереть с нею! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОСПОК УДАЛЯНСКИ УДАЛЯНСКИ КОНЕЦ 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 Сын мой, если ты направишь свои стопы к королевскому носу и, воззряясь на него о комученого, избавишь нас от дьявольской неизвестности, мы отменим усекновение твоей головы. Юный отец мой, не лучше ли умереть под топором палача, чем остаться в живых и всю жизнь казниться самому из-за своего изобретения? Скажи нам, кто такой Ян, и мы оставим тебя в живых! Лучше оставьте меня в покое! А в живое как-нибудь и без вас останусь! Ну, вот мы и вдвоем, милый! Ну, вот мы и вдвоем, милый! Вставай, не колени! Вводи голову на паху! Дрянь! Эй! Ну-эй! Ну-э-э! Не dogs не! Не dogs не гадами! Жez! Посмотр rein! Смотрите, какая Londра! Пу-у-у Вместо настоящего палача буду я целую твой Ян. Кто ты такой? И как тебя зовут? Меня зовут Х... Х... Конрад. Я работаю очередным палачом с тысяч... Молчать! Ты вазуточки заговорщик. И зовут тебя Ян! Что вы говорите? Нет-нет! Это не Ян! Это вам показалось! Ну, что ты молчишь, Конрад? Ха-а-а! Вот ты где, самозванец! Этот мошенник угнал моих лошадей и украл плаху и топор! Так! Ну вот, вот все и выяснилось! Схватить заговорщика! И пытать его! Пока он не сознается во всем! А-а-а! Держать, негодяя! А-а-а! А-а-а! Державцы! Куда же вы меня застряли, негодяи? Ну! Господин премьер! Господин премьер! Господин епископ! Вы обещали сохранить мне жизнь, если я выдам Бамьяна! Поздно, дитя мое! Он уже в наших руках! В ваших руках вовсе не он! Вот человек, которого вы ищете! Я знаю, почему ты на него показываешь! Ты хочешь спасти своего сообщника! А-а-а! Нет, премьер! Принцесса хочет спасти свою жизнь! И я рад, что могу помочь ей в этом! Я... Я думала... Я думала, что ты это он! Что я наделала? Конрад! Приступай к работе! Сперва его! Потом, когда она очухается... Её! И, наконец... Того! Да... Чисти ученые с поговорudos... Рррррк! Ах... Приступайки! Ну, ну... Продолжайся! Нет, locals! Много надо! Whoa, это не умер! Как это умер? Люди, люди! Снимите ваши накомарники и выбросьте их на помойку! Комар, которым вас пугала королевская комарилья, находится у меня! Фраки! Схватить его! Не с места! Или я разобью этот сосуд! Бедноподданные наши подданные! Успокойтесь, сейчас все выяснится! Профессор, вы говорили, что сосуд, в котором заключен комар, должен светиться! Да, в темноте! Проверьте! Бедноподданные наши подданные! Мы создадим камень! Комиссию и все проверим! Ты что, справляйте? Справляйте! Как мне страшно! Что с вами, Ваше Величество? Если бы ты знал, кого я видел во сне! Кого, Ваше Величество? Бога! Бога? Какого Бога? Нашего Вездесущего! И знаешь, что он мне сказал? Что? Он мне сказал, Каин, где твой брат Абель? Он уже не в первый раз это говорит! А-а-а! Если бы ты знал, как мне плохо! Еще бы неплохо! Хоть с такой жизнью и вдруг с таким носом остаться! Распух! Распух! А-а-а! Комар! И комар распухтовый, гляди, лопнет! А-а-а! Не могу, погибаю! А-а-а! Веди! Веди меня! Веди меня, туалетный работник! Откуда? Да ведите! Не спрашивай! Нас обманули! Нас обманули! Обманщики! А-а-а! 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 Поверьте мне, сил, заключенное в этом сосуде, в добрых руках, даст людям радость и изобилие! Клянусь! Мы найдем эти добрые руки! Мы найдем эти добрые руки! О-о-о! А-а-а! Первый человек, который сообщит королю, что на носу у него сидит обыкновенный комар! Это будет первый человек в государстве! Идиоты! Чего же мы ждем? А почему же вы с ними не поехали? Я, голубчик, считаю, что полиция и палач должны выезжать как карета скорой помощи. Только по вызову. Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Его Величество помер. Как? От чего? От страху, господа министры. На моих руках, в туалете. Ничего вам не поможет, веселись и пой, земля. Надоели нам вельможи и чихать на короля. В наше время даже дети не поверят в царский рай. Всем Величеством на свете скажи весело прощай. Для людей простого рода. В этом дело, в этом соль. А когда вокруг свобода, каждый сам себе король. Каждый сам себе король. ... ... Продолжение следует...